Продолжение следует... Погреемся от его правды. Настолько у нас слабо вера и чувство личной ответственности. Авось. О, это русская авось. Сколько оно нам принесло всякого зла. Нужно ли забывать, что всякая власть от Бога? Ведь много вражды все-таки в ваших словах против власти. Ответ. Подобный вопрос к месту был бы во время бесед в храме. Вне храма подобный вопрос меня раздражает, как мы привыкли смешивать Божий и Кесарева. Против власти, как таковой, я не выступаю и считаю такие выступления вредными и бесполезными. Но когда властью забирается Божия, тут молчать значит примиряться с неправдой. Вражды в моих словах нет, есть гнев. Нельзя безнаказанно топтать святыню. Посмотрите, сколько разрушенных храмов и еще разрушают. Посмотрите, какой развал семейной и общественной жизни без религии и никаких сдвигов. Без Божия занимает господствующее положение. Ждать у моря погоды, когда все само по себе утрясется, это расписаться в своем полном бездействии. Нужно объявить решительную войну без Божию, если желаем наладить свою жизнь. И это не против власти, а наоборот за укрепление власти. Без Божие, помимо всего прочего, расшатывает и основу власти. Без Божие это червяк, который все подтачивает, даже сук, на котором сидит. Почему вы думаете, что атеизм принес огромное зло России? Вопрос. Когда-то ведь он был прогрессивным явлением, а сама церковь служила тормозом развития в России. Ответ. Ваш вопрос – это шаблон, по которому научили нас мыслить. Если же мы посмотрим на все самостоятельно, то увидим, что атеизм никогда не был прогрессивным явлением. Он обычно вырастает на почве нравственного разложения. Сначала атеизм разрушал, или, если сказать, расшатывал все устои, на которых зиждилось человечество. Все это, конечно, было завуалировано, принимало благовидную форму. Но когда атеизм пошел в открытую, то сразу и показал, на что он способен. Никакая война не принесла нам такого бедствия, как атеизм. Посмотрите на руины храмов разных памятников старины. Посмотрите, в кого превратились люди, потерявшие уважение к святыне. И вам не нужно объяснять, что атеизм – это огромное зло для России. А церковь, которую атеизм принизил, никогда не была тормозом для России. Для атеизма это верно. Церковь, какая бы она ни была, даже в современных условиях – положительное явление. Положительное всегда вызывает массовый интерес. Атеизм никогда не вызывал массового интереса, только массовое разложение. Если бы вы видели, а, наверное, вы видели, страдающие лица людей, которых лишили церкви, вы бы поняли, какое счастье и какой прогресс, какой прогресс, будем выражаться современным языком, церковь. И как безжалостен сам по себе атеизм, ибо он натравливает детей на родителей. У нас воюют дети с родителями, хотя должен оговориться, родители в основном атеисты, а дети становятся верующими. И родители воюют с детьми, это еще хуже. Родители восстали на детей. И голос против атеизма – это не голос против убеждений, это против того преступления, которое допустил на нашей земле атеизм. И вот со мной ведет расправа атеизм под благовидным предлогом, что я молклевещу на государство и народ, даже на церковь. Пытается он меня обвинить. А я жалею и государство, и народ, не говоря уже о церкви. Вопрос. Как вы думаете, могут ли большевики, партийные, коммунисты уверовать в Бога? Ответ. Думаю, да. Более того, я думаю, что все это на русской земле нужно было для подготовки к настоящей вере. Много было фальшивого и ложного в старой вере. Этим я ее не принижаю, ибо она нам дала величайших святых – Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского, царя Николая II со всей своей семьей и других. А сколько безвестных мучеников! Известно ли вам, что уже не единичный случай, когда партийные сдают свои билеты по религиозным убеждениям? Некоторых я сам знаю, таких даже, которые потом, которые приняли сам священника. Когда все это узнает мир, узнает всех русских мучеников, удивится русской святости. Посмотрите сами на антирелигиозную литературу, на политическую. Кто ее читает? Она нам теперь страшна, как мертвец. Обходим мимо, хотя еще и боимся. Иногда по принуждению, иногда делаем вид, что читаем. О чем это говорит? Я думаю о том, что вера стоит у дверей нашего дома. Христос стучится, и мы уже слышим Его стук. Но почему-то медлим открыть Ему дверь. А делать нужно. Христианский вопрос, особенно среди молодежи, стал остро. И ищут срочного решения. От нерешения этого вопроса у нас пошел невиданный разврат, развал семьи, пьянство, хулиганство. То есть люди гибнут, а ты не смей им помочь. Мне пришлось считать у Златоуста, что если епископ не заботится о спасении паствы, то сами спасаемые должны взять дело спасения в свои руки. Иначе православная церковь оказывается в худом положении, в худшем, чем другие какие-либо исповедания. Они активны. Мы, в уходе, должны быть пассивны, вольно или невольно. Мне не страшны прямые гонения от безбожников. А вот опосредование через епископов парализует меня. Как поступать в таком случае? Запрещение явно незаконное, но исходит от епископов. Я оказываюсь нарушителем церковных канонов. Сердце порыв, дерзач. Нельзя же смотреть, как безбожники всех и вся удушают. Ждать лучших времен не значит ли закапывать талант в землю. Я обращаюсь к соборному мнению соседних епископов. Тех, кто находится в зависимости от безбожников. Не находятся в зависимости от безбожников. Разрешите мое положение. Разрешите положение бедствующей русской церкви. Выскажитесь хотя бы на страницах какого-либо церковного журнала. Вопрос. Сознаете ли вы, что ослушались? Если каждый священник не будет подчиняться патриарху, то что будет? Ответ. Да, я ослушался. И считаю, что дело не в ослушании. И мне кажется, что вы обсасываете комара ослушания. И проглатываете верблюда. А вы не обращаете внимания на то, что народ наш жаждет истины. А все от него отворачиваются. Кто мог бы утолить жажду? Обращаете ли вы внимание на то, что в нашей церкви творится неправда? Безбожники удушают руками епископов всякое живое начинание. Вопрос. А не думаете ли вы, что для этого есть епископы? Пусть они болеют. Ответ. Не думаю. Каждый человек должен болеть за истину. Вопрос. Отец Дмитрий, поскольку вы стали отвечать на все вопросы, то разрешите вам задать и такой. Вам приходилось считать архипелаг ГУЛАГ Александра Солженицына? Что вы скажете по поводу этого произведения? Ответ. Скажу вот что. Почти в продолжении всего чтения я плакал. Мне стало жалко всех, не только замученных, но и мучителей. Что такое произошло на русской земле, ломая себе голову. И вот что я предложил бы. Всем церквам всего мира, минимум в течение года, служить за упокойная служба всех убиенных и замученных. А также служить молебно в разумлении еще оставшихся палачей и о разумлении тех, кто боится возвысить свой голос против беззаконий. А Солженицыну пропеть многое лето и пожелать ему дальнейших творческих успехов. Эпилог к моим беседам. Я разговариваю с митрополитом. Глядя на меня, бледноватый, голос тихий, тихий, невозмутимая улыбка. Ну точно младенец, точно святой, точно ангел передо мной. Мне подумалось, а говорили он жестокий, а тут первый мой друг. Подпишите проект покаяния. Не могу, владыка. Почему? И через два дня получите приход. Не соответствует истине. Я и ни на кого не клеветал. Но вы же выступали. Но что вам стоит? Для чего он это так добивается? И такой улыбкой. Коварство. И вдруг вздох его. На покой надо. А как с таким грузом уходить? Да, груз давит. А дерзнуть страшно. Что, осудить его? Мне его стало жалко. Как же мы все испуганы. Господи, да дай же нам наконец вырваться из-под страха. Снова ручье голоса. Подпишите. Не могу. Я могу сказать только о том, что делается у нас. Я об этом и говорю. Я готов даже закричать. Давайте дерзнем, владыка. Ну что вам стоит? Покажите самостоятельность. Не бойтесь. Разрешите узы. Я молча смотрел на него. А он с молчаливой улыбкой на меня. Единоборство. Кто кого одолеет. Единоборство с теми, кто за его спиной. Господи, Господи, благослови. Да, Бог делает свое дело и сделает. А мы что, должны только умиляться? А там люди жаждут Слово Божие. Там преступность от духовного голода. Там пьянство. А нам здесь хорошо. Камушки святого, его водичка. Нам хорошо. А как там? Безразлично. Вот она мука. Невыносимая. Тяжелая мука. Непосильная. А ведь есть, что молятся, затворились. Никого не хотят видеть. И молятся за всех. Есть затворники, святые. А мы грешные. Господи, помилуй. Как можно не послушать иерархов? Что ты? Ты нарушил дисциплину, говорят. Да, нарушил. А иерархи правду Божию нарушили. Но не твое дело судить. Именно мое. Ответственны за правду все. Иерархи не для того, чтобы приказывать и сдавать указы. Иерархи должны быть образцом в церкви. Неправда в иерархе виднее, чем у кого-либо. Молчать об этом, не беспокоиться об истине, значит оставлять место лжи. Посмотрите, что делается. Все отвернулись, завернулись. Все в своем уютном мире. Церковь не уют. Спасать нужно. Вот задача церкви. И кто не спасает, тот не в церкви. Как мы привыкли обсасывать форму и ничего за ней не видеть. Как доказать свою правоту? Своей уверенностью следованием за правдой. Не в изворотливости же слов правда. Господи, помоги. Что могут сделать плохого верующему в Бога? Ничего. Продолжение следованием за правдой. Программа. 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 franc worldwide. нового внимания на земное устройство, а не на искание Царства Небесного. Исходя из этого, община определяет в качестве основных следующие задачи. Первое – подъем христианской нравственности своих членов и всех верующих, а также всего окружающего населения. Повышение сознательности веры, широкое христианское просвещение, проповедь смелая, горячая, невзирающая на лица, обличение внутренних церковных настроений, а также нарушение законного положения Церкви и правах верующих, усиление внимания на том, что мы иного града взыскуем, что все земное нужно для достижения Небесного, что один у нас Господин, Царь Небесный, не привязываясь ни к чему, не бояться ничего, взяв свой крест идти за Христом. Канонической основой общины являются слова святого Яна Златоустого «Если епископ не находится среди своего стада, чтобы руководствовать им, пусть овцы сами возьмут на себя обязанность пастыря». Девиз общины «Свобода действий каждого члена и одновременно единство всех». Община делится на мелкие общины. Каждая община вырабатывает свою программу действий согласно особенностям своих членов. Община считает, что лишь при условии постоянной смелой активности верующих сам Господь оживит тот принцип соборности, на фундаменте которого воздвиглась и вызрела православная Церковь. Тот принцип, которым пренебрегают ныне некоторые ведущие иерархи, отдающие нашу Церковь на растерзание властвующего атеизма. Ведь появлялись в Церкви люди, которые изыскивали новый путь добра. Допустим, монашество, в католичестве разные ордена. Мы ищем действенный путь добра. Давайте дерзать! Из книги о нашем уповании. Вопрос отец Дмитрий. Что вы выставляете в Церковь, как пример? Откройте глаза и посмотрите на современное духовенство, хотя бы на самого Патриарха. Это пресмыкательство перед властями, трусость. Церковь слишком себя запятнала. Настоящему интеллигенту стыдно идти в Церковь. Очень многое нужно расчищать в Церкви, обновлять, реорганизовывать, чтобы она стала доступной современному сознанию. Ответ. Вопрос, как говорится, убийственный. Если мне говорят, откройте глаза и посмотрите на современное духовенство, то я скажу, умейте быть объективным. Вы видите недостатки современного духовенства, указываете на самого Патриарха, но знаете ли, что смотрите слишком поверхностно? Кто еще находится в таком бесправии, как Патриарх? Рассказывает, что он окружен тысячами осведомителей. Он вздохнет, а уже слышно во всех органах. То, что он делает против своей совести, он делает под нажимом. И, конечно, по слабости, как всякий человек. Вы не хотите быть снисходительным, занимаете прокурорское место и выносите приговор. Так знаете, что на нас наставлены все виды оружия. И одно то, что мы еще как-то существуем, величайшее чудо. Я не хочу оправдывать недостойных, не хочу обвинять и ваших предателей трусов. Я только хочу сказать, что мы должны понимать друг друга и не торопиться судить. Я преклоняюсь перед героями интеллигентными, но вы думаете, что мы совсем бесплодны? Приведу примеры по вашим же источникам. Не буду называть автора, сами догадаетесь. Заключенные колхозницы отстаивают небольшое право не идти на первый день Пасхи на работу. Их выгоняют силой. Они умоляют, обещают на следующий день отработать двойную норму. Их не слушают, раздевают до нога на северном морозе. Они стоят, как первые христиане. И что же? Их дух не сломлен. А на следующий день они действительно отработали двойную норму. И, заключается автор, хотя бы схватили насморк от долгого стояния на снегу босиком. И потом еще восклицает. Смогли бы ли мы так? Я не могу быть уверенным, что завтра за то дело, которое я как священник обязан делать, ко мне не применят еще большую меру наказания. Например, запретят вообще в служении или даже лишат сана. Для этого даже не обязательно искать повода. Ведь и сейчас меня переводят не потому, что я, допустим, что-то канонически нарушил или в чем-то провинился. За это, как известно, часто вовсе не наказывают, а кто-то иной раз и поощряет. Меня отрывает от вас по другой неизвестной причине. Впрочем, догадаться нетрудно. Я не угодил безбожникам. Я готов подчиниться любому епископу, но лишь тогда, когда он говорит от имени церкви, а не от имени безбожников. Безбожники же пользуются властью епископов, чтобы удушать церковь, расправляться с неугодными им людьми. Вопрос. Отец Дмитрий, вы придаете большое значение церкви, но почему же церковь так мало участвует в общественной жизни? Куда деваются те деньги, которые несут верующие? Вот, например, известный случай, когда у одного архимандрита вдруг обнаружили 15 тысяч рублей. У одного священника, не будем называть имени, тоже на запас не меньше. Неужели же деньги идут на наживу священникам и, может быть, старостам? Ответ. Если поверхностно взглянуть, то это вопрос убийственный. Приканчивает совсем церковь. Выходит, что она и не нужна вовсе. И на этом часто спекулируют антирелигиозные пропагандисты. Но давайте посмотрим внимательнее. Церковь в самом деле располагает большими деньгами. Пожертвования от верующих идут огромные. Вы, наверное, читали в газетах, как Патриарх Пимен пожертвовал Фонд Мира, если не ошибаюсь, 5 миллионов рублей. Частые приемы иностранной делегации устраиваются тоже на церковные деньги. Греют на них руки всякие жулики, проходимцы, будь то священники или старосты. Но все-таки остается много. Каждая церковь хранит в сберкасте значительные суммы. И спрашивается, почему бы не использовать эти искренние пожертвования верующих на добрые дела? Почему церковь не может создать, например, общество трезвости, которое что-то делало бы полезное, лечило бы, например, пьяниц? Или создать приют для престарелых, для детей, оставленных родителями? Наконец, просто можно было бы помогать больным и нуждающимся, или создать показательную школу, где дети воспитывались бы в библиозном духе. Можно было бы использовать эти церковные средства для лечения храмов от тех храмов, что нанесли им в свое время безбожники. Ведь сколько дивных, неповторимых храмов было повреждено в безбожном рвении. Да мало ли, что можно было бы сделать, но нельзя. Наверное, не все знают, что безбожники запретили церкви заниматься благотворительной деятельностью. В результате церковь не может собственные свои средства употреблять на добрые дела. Ведь тогда все увидели бы, что церковь несет пользу, а этого-то безбожники не хотят. Об этом обычно избегают говорить. Это считается крамолой. Может быть, завтра и меня за эти слова поведут на распятие. Но раз уж на все дерзать, то надо быть до конца искренним и сказать все. Еще раз подчеркиваю, что говорю это не для политики, не для того, чтобы чей-то авторитет подорвать. Я говорю для того, чтобы предостеречь вижу нашу общую опасность, болезнь. Вот и говорю правду. Никакая это не политика. Почему же говорить сам вон о мире, о разоружении? Это не политика. А указать на внутренние наши болезни? Облететь неправду и вражду, портящую жизнь в нашем общем русском доме? Это политика. Итак, на каком основании настоятель может запрещать священнику говорить проповеди? Краткий ответ. Ни на каком. А если запрещает, то делает это не на основании канонического закона, а по собственному произволу. И только. Никаких канонических вправ на это у него нет. Небольшое пояснение. Что если пастырь, то есть пастух, умысленно замаривает овец голодом, это яснее ясного говорит, что он враг. Тем более, если и другим пастухам он запрещает давать корм овцам, ясно, что за эту работу он получает где-то дополнительно какие-то услуги. И есть ставленник масонов. Но тут могут сказать, как же не послушаться настоятеля? Давайте подумаем. Что такое вообще послушание? И что такое послушание в данном случае? Послушание в христианском понимании это активное выполнение воли Божьей. Христос сказал, идите проповедуйте. Вот воля Божья. Апостолы говорят, настой во время и не во время. И это воля Божья, хотя выражена и через апостольское наставление. Согласно каноническим правилам, первая обязанность священника проповедовать, даже если он и не служит. Всюду проповедовать, в разговорах, беседах. Горе мне, если не проповедую. И вдруг, допустим, настоятель запрещает. Чью же волю он выполняет в этом случае? Конечно, не Божью. Если кого здесь и нужно обвинять в непослушании, то настоятеля. В этом случае настоятель настаивает на непогрешимость собственного человеческого авторитета. Хочет на нем построить церковь. В этом случае можно не послушать настоятеля. Это не будет нарушением заповеди послушания. Ибо не послушать здесь настоятеля, Это значит не послушать человека, а послушать Бога. Когда апостолам сказали, не запретили ли мы вам учить об этом имени, что они ответили? Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам. Мы все, и священники, и епископы должны слушаться прежде всего Бога. А в повседневной практике мы часто подменяем послушание воли Божьей, послушание человеческому произволу. Этого не должно быть. На таком неверно понятном послушании часто играют безбожники, заставляя христиан делать то, что совсем не от Бога. А если прямо говорить, от дьявола. Часто дьявольскую линию проводят в церковном деле. Это результат усилий безбожников, стремящихся подчинить себе церковь. Припомните о том, что было сказано ранее, как дьявол старается установить свое царство здесь на земле и, конечно, в церкви. Сказано, испытывайте духов. От кого они? От Бога или от кого-то другого? Мы испытывать должны прежде, чем слушаться чьего-либо приказа. А в практике нередко так получается, что можно не послушаться воли Божьей, исполняя приказания настоятеля, епископа. Как же так? Есть над чем поразмыслить. Не получается ли нередко так, что отдающие приказания церковное начальство руководствуются не Божьими заветами, а трусливым житейским соображением не тревожить сильных мира сего? Бог, дескать, не видим, а вот безбожники видимы, да еще и угрожают. Вот и выходит нередко, что в приказаниях этих звучит не воля Божья, а воля безбожников. Это результат спутанности нашего церковного сознания. Часто мы формально только служим в церкви, а в сущности проводим антицерковную линию. А в результате становимся плохими христианами, теряем нравственное и духовное лицо. Разваливаем церковь. Полагаем, что выполняем Божью волю, а на деле служим орудием разрушительной воли дьявола. Цель церкви – усовершенствовать людей и вести их к Царству Небесному. А безбожники хотят превратить церковь во что-то вроде музея, куда ходят пение послушать, полюбоваться иконами. Они и к верующим-то относятся, как к каким-то музейным экспонатам, а не к живым современным людям. А церковь должна спасать, а не развлекать. Спасать от безбожия, от нравственного разложения, протягивать руку всем труждающимся обремененным. Вот и высокое назначение. И другого нет. Запрещение же настоятелей проповедовать – результат нецерковного понимания сущности дела Церкви. Говорят иногда, что мы должны как-то выстоять, а дело, мол, само поправится. Но в народе недаром говорят, что под лежачий камень вода не течет. Это во-первых. А во-вторых, мы не чурбаны бессловесные, а живые люди, призванные Христом к подвигу. Церковное дело исправиться может только нашими же руками. Бог помогает тем, кто стремится к деланию, а не выжидает, когда все само сделается. Ничто само не делается, само может только разрушаться. И вот мне хочется сказать дорогому моему собрату, приславшему эту записку. Бог вам в помощь. Говорите и не умолкайте. На то вас и Бог в мир послал и благословил. А тех, кто пытается сбить вас с этого пути, навязать какой-то иной, нужно обличать в их неправде, какое бы звание они ни носили. Как сказал апостол, буква убивает, дух животворит. На букве канонов часто играют безбожники, убивая естественную церковную жизнь. Нашими же руками нас душат, говорят в народе. Пора опомнить все. В нашей церковной практике часто бывает, что обычный епископ или даже настоятель ставит себя выше Папы Римского. Но Папа Римский в своих энцикликах хоть на Христа ссылается. А у нас, принимая внутрицерковное решение, ссылается иной раз на такое. Не хочется говорить. Смирение мы действительно часто понимаем как покорность вышестоящим людям, но не стоящему над всеми нами Богу. Все, что выходит из рамки чьего-то человеческого понимания, склонно считать не церковным. И то, что по часу торговля в храме ведется гораздо более худшее, нежели в Иерусалимском храме, нас не трогает. А уж сделать бич для прогнания всех присосавшихся к храму, которым нужен не Бог, а что-то совсем выгодное, и помыслить не смеем. Может быть, многие даже думают, что этот эпизод Евангелия нужно понимать как некое иносказание. Ведь не может же быть, мол, чтобы кроткий и смиренный Христос в самом деле бичом гнал кого-то из храма. И того, кто поднимает голос против наших нестроений, считает гордецом и смутьяном и старается поскорее избавиться от такого. Смирение — это покорность правде Божией. Это праведный гнев против всякой неправды. Смирение — это любовь к добру и ненависть к злу. Смирение, мирящееся со злом — это напускное фарисейское смирение, которому все безразлично, кроме своего личного интереса. Настоятели спекулируют на бесправном положении церкви. А невыгодны такие настоятели безбожникам. Один безбожник мне недавно так прямо и сказал, нам невыгодны настоящие священники. Вот такие, поставленные от власти масонами священниками, собирают к 30-40 годам своей жизни все награды, возможные для священника. И, видимо, это последние награды, которые получают они от людей, но не от Бога. Кстати, такими ненастоящими бывают не только настоятели, но и епископы. Может быть, кто-то из вас читал открытое письмо епископа Гермогена, где он называет имя одного митрополита, который трижды женился, трижды рукополагался. И его одержали на епархии. А вот епископа Гермогена, сколько уже лет тормят в Жеровицком монастыре, не допускает к управлению епархией. Вывод один. Многострадальная церковь наша оккупирована безбожниками, ей зажали рот. Все делают для того, чтобы ее опорочить. Кто это понимает и скорбит об этом, тот не должен молчать. Верующие очень многое могут сделать. Нужно требовать, чтобы таких служителей призвали наконец к порядку. Мы все ответственны за то, что делается в церкви. Патриарху Московскому и сия Руси Пимену. Святейший Владыка, Я не принадлежу к особо религиозным людям среди прихожан храма святителя Николая на Преображенском кладбище. Однако не могу не выразить своего негодования по поводу вашего поступка с отцом Дмитрием Дудко. Не только своего негодования, но и многих-многих знакомых и незнакомых мне людей. Разве ваша миссия заключается в том, чтобы притеснять духовенство? Это могут безнаказанно делать и безбожники. Как могли вы, имея такой высокий сан, не заступиться за отца Дмитрия, не выслушать его в правом деле? Человека-гуманиста, который проповедует честность, доброту, порядочность, терзали сталинисты. А теперь вы помогаете безбожникам расправиться с ним. Почему вы, мягко говоря, так робко ведете себя с безбожниками? Пеночное Рождество. Неужели вы не могли поднять голос в ее защиту? Вы личность известная всему миру, и с вами не могли бы расправиться за непослушание безбожники? Вы на виду всех. Таким людям я имею в виду положение. И надлежит бороться за чистоту церкви, за правду. Поступая не по совести, вы теряете авторитет среди верующих. Вас считают предателем и ставленником безбожников. Тем более, что баллотировались вы не по правилам, открытым голосованием. Почему вы согласились так выбираться? Жажда власти вас смутила? Отец Дмитрий умный, добрый, просвещенный, глубоко симпатичный человек пользуется большим авторитетом у прихожан. Вам это не нравится? На производстве у нас, если человек поступает неправильно, его вызывают, беседуют, поправляют, прорабатывают. А вы даже не сошли нужным побеседовать со священником, выслушать его. Это просто непорядочно с вашей стороны. Открытое письмо архиепископу Брестельскому Бельгийскому Василию. Выдержки. Эти события дают яркую картину нынешнего трагического положения православной церкви. Сейчас в нашей стране не расстреливают священников. Вместо того сложилась темная и двусмысленная ситуация, когда проповедь, веры, попытка борьбы за душу подавляется, по крайней мере, внешне. Руками самой церковной иерархии. Епископы, защищающие церкви и священников своей епархии, увольняются. Священники, настаивающие на соблюдении законов о религии или пытающиеся защитить сознание своих прихожан от пропаганды атеизма, запрещаются и увольняются. И непрерывным течением перемещаются из своих приходов священники, которые завоевывают любовь прихожан искренной проповедью и высокими душевными качествами. Такое положение особенно страшно для православной церкви сейчас, когда люди так тянутся к вере. Этот порыв не остановить, конечно, никакими силами. Шафаревич. Ваше Высокопреосвященство, когда мы беседовали с вами, это письмо Петериму, архиепископу Волоколамскому, мне показалось, что вы согласились с тем, что наша грандиозная страна безрелигиозной долго оставаться не может. Что такое болезненное состояние не может быть продолжительным. Но что будущее, духовная жизнь народа зависит от того, из каких рук, какую веру он получит. Во всяком случае, Вы против такой мысли не возражали. Но ведь именно такие ситуации, как сложившиеся с отцом Дмитрием, вселяют страшные соблазны в сердца. Тех, кто ищет Бога, они могут оттолкнуть от православной церкви, верующих подвигнуть на церковное разделение, смуту, новый раскол. Пимену, патриарху Московскому и Сея Руси, выдержки. Неужто это менее важно встретиться со священником, чем обмен любезностями с очередной иностранной делегацией? Как могло произойти, что Вы, патриарх Сея Руси, верховный пастыр русской православной церкви, не встретившись, не побеседовав увещательность, пусть даже ошибшимся в чем-то, на Ваш взгляд, священником, хотя ошибка отца Дмитрия заключается лишь в том, что он не в пример многим добросовестно исполнял завещанное Богом служение. Отторгайте его от свыкшегося с ним прихода, отрываете от дома, фактически ссылаете. Неужто не ясно Вам, что подобные методы руководства, вверенные Вам церковью, находятся в вопиющем противоречии как с буквой, так и с духом православия? Изрелие, строившее внутрицерковную жизнь на основе убеждения, а не принуждения. Конечно же ясно, не может быть не ясно. Вы ли, русский патриарх, освящаете своим именем противозаконные решения безбожников? Неужто это так? Ваше святейшество, ведь это ужасно. Настанут ведь времена, когда все, о чем сейчас шепчется, будет объявлено в крыше. Что же услышите Вы в тот страшный час о Вашем патриаршем служении? Но, может быть, попирая столь недопустимое для патриарха грубо дух и буху православных канонов, Вы хотите подчеркнуть, что не Ваша воля в решениях, Вам и подписываемых, что Вы лишь орудие в руках тех, кто стремится уничтожить церковь, Кому выгоден дух разделения, которому решения такого рода неминуемо нас приведут? Таков ли под текст Ваших действий их скрытый проповеднический смысл? Если да, то, скорбя об унижении Вашем перед силами мира сего, Мы склоняем голову перед этой проповедью, Моля Господа сил, да поможет Вам в страшном Вашем обстоянии. Но, возможно, что мы ошибаемся, может быть, не в чем и сочувствовать, И вовсе нет в действиях Ваших скрытого обличения государственных насилий над церковью, А, напротив, продиктованы они мудрой заботой об ее укреплении в Христовой истине. Краснов. Фрагменты из статьи. Наше высшее духовенство, делая фальшивые ссылки на каноны, Когда надо кого-то карать, Без малейшего колебания ежедневно, ежечасно, Нарушает эти самые каноны у всех на глазах. Совершенно не каноничен обычай поставления епископов и избрания патриарха. Каноны говорят об избрании епископов, Причем всякое вмешательство в это избрание мирских начальников, Гражданской власти, Делает избрание недействительным. Апостольские правила 30.3. Но кому неизвестно, что все избрания, в кавычках, епископов, в том числе и патриарха, Делается после согласования кандидатур в определенных инстанциях. Наконец, каноны говорят об избрании епископов и, конечно, самого патриарха. Но что такое избрание? Избрание есть свободное и невоспрепятствованное голосование. Чтобы быть таковым, оно должно быть тайным. Ибо каждый, кто подает голос, должен быть уверен в том, что он не пострадает за это. В связи с этим выработалась соответствующая процедура при выборах папы. Тотчас после голосования сжигаются все документы, относящиеся к голосованию, бюллетене. Что в будущем папа не мог по почерку догадаться, кто за кого голосовал. У нас на Руси практиковался обычай голосования черными и белыми шарами. Что же сказать о таких выборах, когда избрание происходит открытым поименным голосованием, а сам будущий патриарх сидит на председательском месте и наблюдает, кто и как голосует. Если бы так избирали в любом советском учреждении МИСКОМ, то вышестоящая профсоюзная организация немедленно объявила бы подобные выборы недействительными. Потому что это не выборы, а насмешка над выборами. Но то, что невозможно ни в какой, ни в одной уважающей себя организации, оказалось возможным в нашей многострадальной русской православной церкви. Как это ни печально, но приходится констатировать. Наша церковь в настоящее время не имеет канонического возглавления, а патриарх Пимен, как избранный незаконным образом, никак не может считаться истинным первоиерархом православной церкви. Что делать? Возникает этот вопрос и в более глубоком смысле. Что должен делать христианин, видя мерзость запустения церкви Христовой? Во всяком случае не покидать церкви. Не становиться на путь раскола, ибо это путь наименьшего сопротивления. Христианин должен, оставаясь в своей поместной церкви, пребывая в посте и молитве, делать свое дело, проповедовать всей своей жизнью Христа распятого, Христа воскресшего из мертвых, Христа жизнодавца бороться за правду, стоять и страдать за нее. И падут врата адовы, и восторжествует правда. Продолжение из письма Глеба Якунина. Изложив картину бедственного положения русской церкви, естественно задать вопрос, каким образом это положение могло возникнуть? Почему высшая церковная власть превратилась в послушное орудие в руках чиновников-атеистов? Добавим. В руках масонов. Зачем русские архипасторы и пастыри, в большинстве своем искренние и чистые люди, непонятным молчанием покрывают эти вопиющие беззакония? Отвечая на эти вопросы, следует прежде всего указать на то, что в настоящее время в русской церкви есть ряд епископов и пресвитеров, которые сознательно служат беззаконию. Это те, кто стяжал недобрую славу усердных закрывателей православных храмов, те, кто любое распоряжение местного уполномоченного почитает более евангельского слова, и церковных канонов. Это те, кто отлучает детей от святого причастия, кто ругается церковной святыне, кто предавал своих братьев, те, кто вовсе потерял страх Божий, помогают антирелигиозникам в их стремлении разрушить святую церковь. Все эти люди хорошо известны, но дело не только в них. Мы считаем своим сугубым долгом обратить внимание вашего святейшества на этот несомненный факт, что сейчас в русской церкви действует целая группа епископов и священников, которые под видом благочестия сознательно и активно искажают дух русского православия, как в старообрядчестве. Осталось всего лишь несколько епископов, и те не хотят ставить священников даже на те храмы, которые позволили открыть. Это та же самая рука действует в том же направлении, как у сектантов полностью нет истинного рукоположения. Все это труды масонов. Ставка. Эти люди возымели лукавый помысл развратить русскую церковь, насадить в ней дух теплохладности, дух раболепия и фарисейства, клетворный дух мира сего. А высшее церковное управление не хотели бы превратить в чиновничью канцелярию, в своего рода министерство по делам православного вероисповедания, уполномоченное сдерживать и регулировать религиозные эмоции верующих граждан. Дух самоуверенного благополучия на фоне общей тревоги, быстрое преуспевание на официальном поприще, стопроцентная готовность служить веку сему, податливая и гибкая совесть. Вот что отличает этих людей. Все они как бы повторяют суетные слова предстоятелей ладитийской церкви. Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Они имеют вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Эта активная и все возрастающая группа недобрых пастырей является сейчас главной опасностью для русской церкви. Вторая немалая опасность заключается в том, что подавляющее большинство даже тех епископов и пресвитеров, которые крайне недовольны нынешним положением русской церкви, молчит и своим тяжким молчанием способствует его удушению. Говоря это, мы имеем в виду не тех, которые молчат, скованные страхом или пораженные унынием. Эти мотивы сами по себе столь предосудительны, что не требуют специального опровержения. Нет. Мы говорим о тех епископах и пресвитерах, которые попытаются оправдать свое молчание высшими соображениями. Иные архиереи серьезно считают, что они своим молчанием спасают русскую церковь. Ибо, рассуждают они, если мы будем протестовать против незаконных действий Совета, нас лишат регистрации, и тогда наши опустевшие кафедры захватят преуспевающие противники церковной свободы, и что сие последние будет горше первого. Здесь следует твердо сказать, что подобные рассуждения не основательны и не церковны. В самом деле, если для спасения своих кафедр от недобрых пастырей, епископы, принявшие на себя миссию спасения церкви, молчат и своим молчанием сами попустительствуют злому делу по пранее церковной свободы, чиновниками Совета и позволяют волкам разгонять и расхищать стадо, то какой в этом смысл? И кого, кроме себя, спасают эти епископы? Не навлекают ли они на себя грозное слово, реченное через пророка? Так говорит Господь Бог. Горе пастырем Израилевым, которые пасли себя самих. Не стадо ли должны пасти пастыри? Порочная тактика молчания противоречит тому, чему учит нас основополагающий пример святых апостолов и великих церковных исповедников. Святой апостол Павел хорошо знал и ясно засвидетельствовал, что после него придут в церковь волки, нещадящие стадо, и тем не менее не только не сберегал себя, но вопреки настойчивым мольбам своих возлюбленных чад, мужественно шел на свой великий исповеднический подвиг. Полезно напомнить пастырям, полагающим, что они спасают церковь и то, что не мы, слабое чадо ее, епископы, пресвитеры-миряне, спасаем церковь Христову, а что она, чадолюбивая наша Матерь, спасает нас. Церковь же спасает Христос. Христос основал свою церковь не на слабой и удобоподвижной воле человека, а на своей всемогущей и незаменимой благодати. И потому никому из нас не следует надмиваться пустым помышлением о своей спасительной роли, но смиренно и мужественно исполнять свой долг верности Матери, Церкви, постоянно моля Христа Бога нашего о помощи и твердо уповая, что только Он, по Слову Своему, пребывающий с нами, по окончании века вершит судьбы наши. Все, что вы слышали, сохраните в своей памяти и знайте, что с всего часа вы, слушатели, не будете иметь перед Богом никакого извинения, если не сделаете правильные выводы. Сегодня нужно искать таких архипастерей, которые полагают жизнь за овец веренных их водительству, которые еще не покорились указаниям масонов, приготовляющим престол Антихристу. Эти священники, к несчастью, забывают, что Церковь есть единый организм. Из-за комиссии. 1 ноября 79-го года отец Греб Яконин был арестован. Ему предъявлено было обвинение в антисоветской агитации и пропаганде. Статья 70-я Уголовного кодекса РСФСР. Ему приговорили к 5 годам лекарей и 5 годам сурки. Священник Греб Яконин отбал полный пятилетний срок в лагере и в начале 82-го года был досрочно освобожден из ссылки в Якутии. Прошлым летом, будучи в Москве в качестве корреспондента голоса Америки на празднование тысячелетий крещений России, я со священником Яконином провел беседу, которую мы сейчас передадим по звукозаписи. В начале беседы я спросил его, не сожалеет ли он о чем-либо на пройденном правозащитном пути. Если бы была дана ему возможность снова прожить жизнь, как бы он себя повел? Вот как мне ответил на это священник Греб Яконин. Вы знаете, если бы предоставилась мне возможность начать жизнь снова, единственный счастлив, что могу себя увлекать, что я не достаточно лично действовал, особенно сразу после написания письма. Большой срок я как-то не принимал ни в чем участие, потому что не видел никакой перспективы, насколько она глухая, тяжелая атмосфера была в этом отношении к церкви, что это действие стало очень паралитом. Ну, а что касается прошедших 30 лет, я вам скажу так, что, в общем, конечно, картина поразительная. То, что сейчас мы переживаем и видим, это, ну, если бы мне об этом сказали несколько лет тому назад, тем более, когда я был в страшных местах политических русских лагерях или ссылках, то, я бы не поверил, сказал, что это только, может быть, сказки. Действительно поразительно изменилась ситуация, и особенно в отношении правозащитной деятельности. Если мы возьмем начало вообще правозащитного 60-е года, 70-е начало правозащитного движения в Советском Союзе и религиозного движения, то силы были очень слабые, очень малые, и все начиналось очень медленно. На кого мы могли рассчитывать? Мы могли только рассчитывать на братскую помощь в стен на Западе. И, к сожалению, в то время наш голос почти не был слышен. И то, что сейчас мы видим те же проблемы, которые поднимаются сейчас, они привлекают огромное внимание, и они затрагивают сердца верующих, и вся проблематика прав человека заняла достойное место, соответствующее в своей теме. Это, конечно, там как поразительно и радостно. И я бы сказал, что то, что я сейчас вижу изменение положения религии, это придает мне большие силы и радость и надежду и укрепляет меня во всей моей деятельности. А как значит вашего лагерного опыта? Что вы могли сказать, как она вас обогатила или обогатила или что вы можете сказать о том времени, которое вы провели в концлагере? Вы знаете, это очень сложный и трудный вопрос, и у меня такое впечатление, что это все с недавно. Каждый человек, который проходит через эту трудную тяжелую школу, он по-видимому по-своему воспринимает и каждый получает свой опыт, как и отрицательный, так и положительный. Но себе могу сказать так, что это все-таки ну вот есть греческое слово кеоназис. Все-таки лагерь это взмешно может быть это выглядит, что человек за карбус страдает, мучник окрыляет. На самом деле это кеновит, это опускание в какую-то бездну, потому что в нашем лагере советские люди очень тяжело сидели. И может быть даже мне кажется тяжелее, чем в 50-е годы, потому что условия очень трудные. Для меня например трудные условия были в первую очередь даже не внешне все-таки ногу кормили и кормят плохо, но для прожиточного минимума условий есть. Самое страшное, самое плохое было то, что нет духовной пищи и вообще никакой нет информации. Лагерь это называется зона, так буквально лагерь этот был так лагерь политически закрытая зона, в которой не проникает никакой информации извне. Мы не имели фактически ни свидания, ни своими близкими, ни с родными и что происходило на воле мы не представляли. Это моральная атмосфера, которая была и в лагере и в огне, она была очень тяжела и переносить это было чрезвычайно трудно. В то время, как вы находились в лагере, очень многие на Западе выступали вашу защиту, писали, говорили по радио о вас. Чувствовали ли вы находясь в лагере, что начальство на эту защиту реагировало? Было ли к вам какое-нибудь особое отношение по сравнению с другими полицами? включен номер конкурсом? Да, вы знаете, это безусловно. Мы ощущали, я лично ощущал, что все-таки как-то начальство с нами очень осторожно начало. с одной стороны проявлялись какие-то репрессии, может быть, усиленные, а с другой стороны эти вот репрессии, эти беззакония доходили до какого-то определенного предела. И потом личные отношения. Где-то это интуитивно чувствовалось и чувствовалось в каких-то, может быть, штрихах, мелочах, что начальство и даже во время следствия я чувствовал особое отношение даже с стороны исследователей. Особенно во время следствия я все время постоянно ощущал, что вовне о нас идет большая компания, наши имена не забыты, что многие в мире возмущаются против тех репрессии, которые на нас закрушились, а в то время, как в лагере отправляли в тюрьму в Чистополь, отправляли, старались избавиться, то, например, в отношении Орлову, Юрия, в отношении меня, была такая команда, что в тюрьму нас не направляли. Такие тюрьмы ограждены труднее это было результатом той большой кампании и нашей защиты, которая назад хотела. Продолжалась. Сейчас в советской печати в средствах информации печатаются интервью с архипасторами о иерархине русской православной церкви, которые намекают на то, что церковь может помочь государству, помочь обществу в том отношении, что церковь может понять нравственный уровень общества в деле милосердия, скажем, ухаживать за больными в больницах, навещать кузников в тюрьмах, в лагерях, то есть заниматься социальной деятельностью. Я думаю, что многие советские люди просто не дают себе отчет, что церковь может всего этого делать. Как бы вы, как священник здесь, в России, объяснили и вашей пасте, но в особенности людям, не знающим ничего о церкви, какую роль церковь может играть в этой социальной области. в первую очередь, я считаю, что церковь находится еще сама в таком бедственном и печальном состоянии, и это бедственное положение в силу того сложилось, что государство слишком сильно вмешивалось во нужные дела церкви. и для того, чтобы церковь могла нести реальный вклад в выздоровление общества, для этого надо в первую очередь, чтобы возродилась сама церковь. Вот это как раз цели и эту тему как раз слышало и письмо по поводу необходимости ассидийской утиличной специальности. Проблема эта очень сложная. Вот поэтому и необходимо как можно скорее попытаться возродиться, чтобы те все больные вопросы, те трудности, которые в жизни церкви существуют, чтобы они были исправлены и налажены, чтобы церковь могла принять себе новые идеи, новые силы. Сейчас церковь накануне действительно большого возрождения, потому что сейчас в обществе большой духовный кризис, и церковь многие должны прийти. в первую очередь это помощь церкви, церкви, обществу в том, что она раскроет свои объятия для новых людей, если сейчас появится много молодежи, интеллигенции, и церковицы, вот уже объективные помощи обществу. я уверен, что среди наших церковных слушателей найдутся такие люди, которые говорят, о чем они говорят, почему они выносят мусор из избы, это же смущает малых всех. Может быть, действительно не нужно мусор выносить избы, но лучше замалчивать эти проблемы. мимо этих проблем, конечно, никто не может пройти. Это эти острые болезненные вопросы, которые требуют все-таки разрешения. Конечно, есть соблазн определенный для слабых людей, духовно слабых, которые видят в этом большой опасности, искушения, но немногих проблем все-равно не пройти. Решать их надо. Если вы как-то недавно сказали, что если бы Суш писал свои узлы о нашем времени, там бы один узел назвал бы июнь, 88-й год. Что вы имели ввиду? Ну, этот месяц как-то сконцентрировал очень много себя проблем, узловых проблем, ну, проблемы прав человека, приезд президента Рыгана в страну. Вторая проблема, это проблема сейчас русской православной церкви, тут тоже узловые проблемы, одновременно с тысячелетием, как бы увенчивая это прошедшее тысячелетие, произошло коренное, наметилось, по крайней мере, коренное изменение политики государства в отношении церкви. и, наконец, и третий решающий узел этого начала работы партийной конференции. Уж так более судеб, по-видимому, сейчас будет решаться судьба России и перестройки. Это, собственно говоря, видят не только духовно чуткие люди, не только верующие, но и даже люди, которые занимаются чистой политикой. Быть или не быть обновление страны, решается судьба страны и, естественно, судьба церкви. Думаете ли вы, Отец Глеб, что возможно создание двухпартийной системы в Советском Союзе? Допустит ли это партия? Ну, я думаю, это, во-первых, чисто политически сейчас это нереально. Создание второй партии. Я думаю, это и не нужно. На данном этапе развития общества это и не необходимо. что касается религии, для нас все-таки главное, чтобы были созданы благоприятные условия для того, чтобы церковь получила действительно свободу подлинное отделение государства, получила тот минимум прав, который дал бы возможен церкви возродиться, обновиться, начать подлинную христианскую жизнь, которая соответствовала евангельским заповедям, канонам церкви. И такая возрожденная церковь, конечно, и способствовала бы возрождение всего общества. Некоторые лица московской патриархии считают, что вы и ваши единомышленники, критикуя в московской патриархии гениальную линию московской патриархии, вы видите расколы церкви. И они считают, что это самая большая опасность, потому что ссылаясь на слова Иоанна Рутауста, они говорят, что раскол хуже ереси. Как бы вы ответили им на такое мнение? Какое ваше мнение? Если говорить аналогичными терминами и рисуя аналогичные ситуации, на обсуждение очень похоже в ситуации, которые складываются сейчас в государстве, сложивости, ситуации церковной жизни, то, как в жизни государства была эпоха застоя, то в жизни церкви еще больше эпоха застоя. как там необходима перестройка, так безусловно нужно здесь перестройка, потому что это страшное давление государства, а государство, как мы видим, само перекоси, не менее за 100 упадок, то под давлением извне, под давлением государства, церковной жизни произошло то же самое. Я не имею ввиду ни молитвы, ни прогмоты церкви, ни основы, я имею ввиду общественно церковную жизнь. Эти процессы, конечно, отразились и на нашей иерархии. К сожалению, мы не отрицаем нашу иерархию. Критика нашей иерархии это не есть восстание против иерархии. Потом мы критикуем конкретно иерархию. Мы не восстаем против нашей иерархии, как против класса. Естественно, есть иерархии, которые более чутко реагируют на то, что происходит. Есть иерархии, которые мы считаем недостаточно, что вот эти бюрократические явления, которые в нашей жизни общественные проявляются и государственные то же самое. К сожалению, и в церкви есть такие же бюрократы, опустеневшие бюрократы. Мы стараемся своими действиями как-то сдвинуть их с места, помочь им перестроиться. Мы не говорим долой того или другого иерархии, или долой там всех иерархов. Мы опасаемся, что то будет приятное время, которое сейчас наступило, оно не будет использовано. И Господь за это нас дорого взыщет, если оно не будет использовано. Если бы мы хотели на самом деле устроить какой-то раскол, церкви взорвать, с нашей точки зрения, мы много имеем информации, сведений о неблагополучных сторонах церкви, о которых мы не хотим говорить. Как обычно употребляется такое образное выражение наготу ноя, наготу отца мы не хотим раскрывать. И это был бы лучший способ к тому, способ к тому, чтобы устроить в церкви раскол и возмущать верующих. Мы на этот путь не идем, а это объективно свидетельство того, что мы не хотим никакого раскола. И потом и опыт нашей церкви, прошедшие столетия, средневековый опыт католической церкви показывает, что расколы это, конечно, вредное явление и что надо преодолеть, звать все отрицательные негативные явления нашей жизни при помощи соборных усилий и вот на то, чтобы преодолевать все эти ответственные явления нашей деятельности и направленности. Защита права верующих не есть самоцель нашей деятельности. Если наши иерархи, а в общем-то это их обязанность, их долг защищать права верующих, если бы они в силу и в силу своего положения занимались этой деятельностью, я, может быть, с удовольствием бы отошел от своей прозащитной деятельности, занялся бы непосредственно своей пастерской работой, если бы служащий священник, и мне часто приходится, к сожалению, отрываться от приходской жизни, тратить энергии и силы не отставшим заниматься души. Как впечатлить сам за сон в своем объеме, мне приходится уделять время правозащитной деятельности. Мы передавали первую часть беседы с московским священником отцом Глебом Якуниным. Окончание этой беседы мы передадим в следующем выпуске религиозной программы «Голос Америки». На этом мы заканчиваем данный выпуск программы «Религия в нашей жизни». Программу составил и вел священник Виктор Потапов. Дальше поучениями. Коблин готов согласиться с директором школы, который заявил, что дети сами должны учиться определять свою жизненную позицию и свое мировоззрение. Но если уже допускать такие встречи священника со школьниками, они должны, по мнению Коблина, стать свидетелями диспута священника с эрудированным ученым материалистом. Скажу прежде всего, я убежденный сторонник открытых диспутов между верующими и материалистами. Такие диспуты были распространены в начале 20-х годов. Иногда в них принимал участие, защищая атеизм, тогдашний нарком народного прозвещения Луначарский. Потом эти диспуты были запрещены властями, потому, что в этих диспутах симпатии служителей очень часто были не на стороне атеистов, а на стороне верующих участников спора. Сейчас, когда свобода совести снова была одним из основополагающих прав человека, когда даже школьникам якобы возвращено право самим определять свое мировоззрение, не пора ли такой незаконный запрет отменить? Можно не сомневаться в том, что интерес к таким диспутам будет огромным, не меньшим, чем в 20-х годах. Тот же отец Александр Мень, не только эрудированный богослов, автор ученых продав, но и биолог по первому факультету, мог бы убедительно защитить то, во что он верит. В частности, ему было бы нетрудно провернуть те аргументы против религии, которые в своем письме выдвигает Коблин, который и сегодня продолжает следить о якобы присущем религии дремучем мистицизме. Не знаю, как относится к идее таких свободных диспутов москвич Коблин. Из ее письма с несомненностью снова родного. Раскланиваясь перед принципом свободы совести, он одновременно требует, чтобы монополия на идеологическое водительство сохранилась со сторонниками материализма и атеизма. При такой установке призывы к свободе совести простой лисемерии. Обвиняя общество память в попытке развернуть поход на иноверцев, Коблин в той же фразе бросает членам общества память обвинения. Они пытаются открыть при церквах москвистные школы. Тут мы встречаемся с лукавым приемом смешать в кучу совершенно различные вещи. Если члены общества память действительно призывают к каким-то походам на иноверцев, церковь будет первой, которая подобные призывы осудит. Но совместим ли с принципом свободы совести длящийся запрет, наложенный на преподавание детям вероучения вне стен родительского дома. Важно спаривать законность конституционного отделения школы от церкви, уже потому, что очень многие верующие граждане Советского Союза, полноправные граждане, напомним, с таким отделением не согласны. А уж обязательное преподавание атеизма детям верующих родителей есть насилие со свободой совести несовместимое. Нет никакого закона провозглашающего отделение церкви не только от государства, но и от общества. В эпоху наступившей гласности следует сказать об этом открыто. у нашего микрофона выступал протеерей Кирилл Фотиев. Трудник сокращенно сексотов. Архипелаг ГУЛАГ это книга о советском тюремно-лагерном мире с 1918 по 58 год. В 68 когда она была закончена, не считая некоторых более поздних дополнений, глава о стукачестве, как, впрочем, и многое, слишком многое в этом труде, была еще вполне актуальной. А насколько ныне в 88-м картина изменилась, или наоборот сохраняется, воспроизводится, утончается, испытанные чекистские методы и приемы, об этом можно только догадываться, пока кто-нибудь не раскроет, не покажет в книге, пьесе или кинофильме. Часть этой главы, а именно начало и окончание ее вошла в предыдущую передачу. Сейчас мы предлагаем вам послушать середину главы. Это небольшая автобиографическая новелла. Напомним, что Александр Солжениц, нарисованный в начале 45-го года на фронте и осужденный особым совещанием за антисталинские замечания в личной переписке, первое время своего лагерного срока отбывал сначала под Москвой в Ново-Иерусалинском лагере, а затем на Калужской заставе, где некоторое время, как заведующий производством, он жил в одной комнате с несколькими другими так называемыми производственными придурками, в числе которых были два бывших генерала, авиационный и эмводистский. Об этой комнате автор архипелага говорит, как о комнате урод, и так отрывок из головы стук, стук, стук. В этой голове мне не хватает материала. Что-то неохотно рассказывают лагерники, как их вербовали. Расскажу о себе. И с поздним лагерным опытом наторевший я оглянулся и понял, как мелко, как ничтожно я начинал свой срок. В офицерской шкуре, привыкнув к незаслуженно высокому положению среди окружающих, я и в лагеря все рос на какие-то должности и тотчас же падал с них. И очень держался за эту шкуру, гимнастерку, галифе, шинель. Уж так старался не менять ее на защитную лагерную чернить. В новых условиях я делал ошибку новобранца. Я выделялся на местности. И снайперский глаз первого же кума Ново-Ерусалинского сразу меня заметил. А на Калужской заставе, как только я из маляров выбился с помощники нормировщика, опять я вытащил эту форму. Ах, как хочется быть мужественным и красивым. К тому ж я жил в комнате уродов. Там генералы и не так одевались. Забыл я и думать, как и зачем писал в Новом Иерусалиме автобиографию. Полулежа на своей кровати, как-то вечером подсчитывал я учебник физики. Генерал что-то писалю и рассказывал. Рачевский и Прохоров лежали выставив сапоги на перимце кровати. И вошел старший надзиратель Сенин. Это очевидно была не настоящая его фамилия. Он не русский был, а псевдомин для лагеря. Он как будто не заметил ни этой плитки, ни этих выставленных сапог, сел на чуток кровать и принял участие в общем разговоре. Лицом и манерами он мне не нравился, этот Сенин. Слишком играл мягкими глазами, но уж какой был культуренный, какой воспитанный, уж как отличался он среди наших надзирателей, хамов, недотеп и неграмотных. Сенин был немного не студент, студент четвертого курса, вот только не помню какого факультета. Он видно очень стыдился МВИстской формы, боялся, чтобы сокурсники не увидели его в голубых погонах в городе и потому приезжая на дежурство надевал форму на вахте, а уезжая снимал. Вот современный герой для романистов. Вообразить по царским временам прогрессивный студент подрабатывал в тюрьме мандерателем. Впрочем, культурный, культурный, а послать старика под лягушками или назначить работяги трое суток карцера ему ничего не стоило. В комнате он любил вести интеллигентный разговор, показать, что понимает наши такие души и чтоб мы оценили тонкость его души. Так и сейчас он свежо рассказал нам что-то о городской жизни, что-то о новом фильме и вдруг незаметным для всех сделал мне явное движение выйти в коридор. Я пошел недоумевая. Через сколько-то вежливых фраз, чтоб не было заметно, Синин тоже поднялся и нагнал меня и велел тот же же идти в кабинет оперуполномоченного. Туда вела глухая лестница, где никого нельзя было встретить. Там и сидел Сыч. Я его еще и в глаза не видел. Я пошел с замиранием сердца. Я чего боюсь? Я боюсь, чего каждый лагерник боится, чтоб не стали мне мотать второго срока. Еще года не прошло от моего следствия. Еще болит во мне все от одного вида следователя за письменным столом. Вдруг опять переворох прежнего дела. Еще какие-нибудь странички из дневника, еще какие-нибудь письма. Тук-тук-тук. Войдите. Открываю дверь. Маленькая уютно обставленная комната, как будто она не в гулаге совсем. Нашлось место и для маленького дивана, может быть, сюда он таскает наших женщин, и для радиоприемника Филлипс на этажерке. В нем светится цветной глазочек, и негромко льется мягкая какая-то очень приятная мелодия. Я от такой чистоты звука и от такой музыки совсем отвык. Я размягчаюсь с первой минутой. Где-то идет жизнь. Боже мой, мы уже привыкли считать нашу жизнь за жизнь. Она где-то там идет, где-то там. Садитесь. На столе лампа под успокаивающим абажуром. За столом в кресле опер. Как Есенин такой же интеллигентный, чернявый, запроницаемого вида. Мой стул тоже полумягкий. Как все приятно, если он не начнет меня ни в чем обвинять, не начнет опять вытаскивать старые погремушки. Но нет, его голос совсем не враждебен. Он спрашивает вообще о жизни, о самочувствии, как я привыкаю к лагерю, удобно ли мне в комнате придурков. Нет, так не вступают следствия. Да где я слышал эту мелодию приятную? А теперь вполне естественный вопрос, да из любознательности даже. А как после всего происшедшего с вами, всего пережитого, остаетесь вы советским человеком или нет? А что ответишь? Вы потомки вам этого не понять. Что вот сейчас ответишь? Я слышу, нормальные свободные люди, вы кричите мне из 1990 года, да пошли его на! Или может потомки уже не будут так выражаться? Я думаю будут. посадили, зарезали, и еще ему советский человек. В самом деле, после всех тюрем, всех встреч, когда на меня хлынула информация со всего света, ну какой же я могу остаться советский? Где, когда выстаивало что-нибудь советское против полноты информации? если я столько был уже провоспитан тюрьмой, сколько образован гея, я, конечно, должен был бы сразу отрезать нет, и шли бы вы, надоело мне на вас мозги тратить, дайте отдохнуть после работы. Но ведь мы же выросли в послушании, ребята, ведь если кто против, кто воздержался, так не поднимается, никак, даже осужденному, как это можно выговорить языком, я не советский. В постановлении ОСО сказано, что антисоветский, осторожно уклоняюсь я. ОСО отмахивается он безо всякого почтения. Но сами товарищ, что чувствуете? Вы остаетесь советским или переменились, озлобились? Негромко, так чисто льется эта мелодия, и не пристает к ней наш тягучий, липтный, честный разговор. Боже, как чиста и как прекрасна может быть человеческая жизнь, но из-за эгоизма властвующих нам никогда не дают ее достичь. Манюшка не Манюшка, дворжек не дворжек, отвязался бы трепет, дал бы хоть послушать. Почему я мог бы озлобиться, удивляюсь я? Почему в самом деле озлобиться и проповедь тоже пахнет новым следствием? Так значит, советский строго, но и с поощрением допытывается опер. Только не отвечать резко, только не открывать себя сегодняшнего. Вот скажи сейчас, что антисоветский и заведет лагерное дело, будет паять второй срок свободно. В душе, внутренне, как вы сами себя считаете. Страшно так как зима в юге доехать в Заполярье. А тут я устроен спать сухо, тепло и белье даже. В Москве ко мне жена приходит на свидание, носит передачи. Куда ехать? Зачем ехать, если можно остаться? Ну что позорного сказать советский? Система социалистическая. я то себя да советский ах советской. Ну вот это другой разговор радуется опер. Теперь мы можем с вами разговаривать как два советских человека. Значит мы с вами имеем одну идеологию у нас общие цели только комнаты разные и мы с вами должны действовать заодно вы сможете нам мы вам я чувствую что я уже пополз тут еще музыка это а он набрасывает и набрасывает аккуратные петельки я должен помочь им быть в курсе дела я могу стать случайным свидетелем некоторых разговоров я должен буду о них сообщить вот этого я никогда не сделаю это холодно я знаю внутри советские советские но чтобы о политическом разговоре я вам сообщил не дождетесь однако осторожность осторожность надо как-то мягенько заметать следы это это я не сумею отвечаю я прописи с сожалением почему же суровеет мой коллега по идеологии да потому что это не в моем характере как бы тебе помягче сказать сволочь потому что я не прислушиваюсь не запоминаю он замечает что что-то у меня с музыкой расщелкивает ее тишина гаснет теплый цветной глазок доброго мира в кабинете сыч и я шутки в сторону продолжаем чтение третьей части книги Александра Солженицына архипелаг ГУЛАГ по второму исправленному и дополненному автором изданию Вермонт Париж 1980 год читает Юрий Мельников Хоть бы знали они правила сам три раза повторение ходов и фиксируется ничья но нет на все ленивые на это они не ленивые сто раз он однообразно шахует меня с одной и той же клетки сто раз я прячусь за ту же самую пешку и опять высовываюсь из-за нее вкуса у него нет времени сколько угодно я сам подставил себя под вечный шаг объявившись советским человеком конечно каждый из ста раз есть какой-то оттенок другое слово другая интонация и проходит час и проходит еще час в нашей камере уже спят а ему куда торопиться это с его работой есть как связаться какие они вязкие уж он намекнул и об этапе и об общих работах уже он выражал подозрение что я заклятый брат и приходил опять к надежде что я заклятый друг уступить не могу и на этап мне не хочется ехать зимой с тоской я думаю чем это все кончится вдруг он поворачивает разговор к блатным он слышал от надзирателя Сенина что я резко высказываюсь о блатных что у меня были с ними столкновения я оживляюсь это перемена ходов да я их ненавижу но знаю что вы их любите и чтоб меня окончательно растрогать он рисует такую картину в Москве у меня жена без мужа она вынуждена ходить по улицам одна иногда и ночью на улицах часто раздевают вот эти самые блатные которые бегут из лагерей мест в которых вы агнистируете так неужели я откажусь сообщить оперуполномоченному о готовящихся побегах блатных если мне станет это известно что ж блатные враги враги безжалостные и против них пожалуй все меры хороши там уж хороши не хороши а главное сейчас выход хороший это как будто и можно это можно ты сказал ты сказал обезу только и нужно одно словечко и уже чистый бланк порхает передо мной на стол обязательство я и мерек даю обязательство сообщать оперуполномоченному лагучаска о готовящихся побегах заключенных но мы говорили только о блатных а кто же бегает кроме блатных да как я в официальной бумаге напишу блатных это же жаргон понятно и так но так меняется весь смысл нет я таки вижу вы не наш человек и с вами надо разговаривать совсем иначе и не здесь о какие страшные слова не здесь когда вьюга за окном когда ты придурок и живешь в симпатичной комнате уродов где же это не здесь в рефортове и как это совсем иначе в конце концов ни одного побега в лагере при мне не было такая же вероятность как падение метеорита а если и будут побеги какой дурак будет перед тем о них разговаривать а значит я не узнаю а значит мне нечего будет и докладывать в конце концов это совсем неплохой выход только уже нельзя обойтись без этой бумажки таков порядок я вздыхаю женихи красное колесо из повествования красное колесо ментус 3 марта 17 читает автор из 17 марта армейские фрагменты каменец подольский где штат юго-западного фронта генерал брусилов собрал в обширном народном доме митинг из солдат и офицеров из его речи присутствующие узнали что брусилов никогда не любил династии как не украшал его бывший царь орденами аксельбанцами купить его ласками было невозможно а всегда оставался он верен народу и что ему всегда претила надоедливая церемония отдания чести он рад от него отделать командир 22-го армейского корпуса генерал барон фон Бринкен в момент принятия его корпусом присяги временному правительству внезапно упал перед строем умер от разрыва сердца как теперь понимать отмененную присягу кое-где дошло между частями присягавшими и неприсягавшими батальон из резерва повели вечером работать на передовую линию по дороге в темноте кто-то закричал а что нам идти в башку подставлять что мы дурные и другой у всех свобода а нам башку подставлять офицеры сижу говорили но когда прошли всю дорогу и всю подрезин солдаты окончательно и весь батальон отпарили назад сургеры еще через ночь их водили уже в другое место и по сухой дороге с перекурами с переговорами добрели к работам перед полуночью поводились мало и через два часа пошабашили а еще на следующий вечер сказали там на рабочем месте грязь и не пошли и две роты 14-го финляндского стрелкового полка отказались идти на работы днем начальник генерал-лейтенант Селевачев небольшого роста а с длинным лысым черепом сам отправился в лес к этим двум построенным ротам поздравил их с принятием присяги и предложил рассказать как они его понимали вышел унтер-офицер и доложил раньше они дрались за немцев и предателей родины а теперь за счастье свободной России генерал громко спросил как вам или роты ответили что согласны тогда он объяснил им что долг и повелевает драться при всех условиях обещали работать без роты еще спросил а слыхали ли они что некоторые мучат слухами о выборе себя на поле так вот он предлагает им выбрать вместо себя начальника дивизии на что дает им четверть четверть отъехал с офицерами через 15 минут вернулся готовы в один голос ответили только вас господин генерал ваше превосходительство почему им трудно выбирать себе начальника не зная ни жизни ни военных познаний на митингах требуют убрать из офицеров что с немецкими фамилиями и просто строгих и на кого покажут некоторые младшие офицеры прежде в чем любо оскорбленные теперь удобно сводят с членами старшими членами одни через подстонный пунктер другие сами произносят зажигательные речи актурский гусарский полк посылал в Петроград своего унтерофицера для осведомления тот вернулся и доложил своим совет солдат депутатов состоит из солдат никогда не бывших на фронте решили инвертировать законность и незаконность а в госпиталях там раненые требуют давать им не черный слез а только белый в Петрограде готовились к похоронам жертв революции то есть павших для ее не хватало трупов из лазарета квартейского московского батальона собрались вести убитого рабочей пилиции капитана сергина полковая дама узнала возбудилась вывезла его труп из лазарета и похоронила на Устинской доемной кладбище 16 марта в Квели генерал Чеховской которого совет солдатки и депутатов избрал бригадным генералом явился в канцелярию запасного пехотного полка запятым в долгие с офисерами вошли трое вооруженных солдат генерал нам приказано вас арестовать следуйте за нами на Гауптвах никакой бумаги не было предъявлено но генерал искрекословно подчинился ни один присутствующий так тоже не выразил ни слова там в генерации солдат повел его впереди отдельно со стороны другие солдаты и штатские стали бросать генерала камня одним из них раненый в голову генерал Чеховской на него набросились и добили камня из камня конвоя и даже при участии его а в одной дивизии восемнадцатого корпуса бунтовался перевязочный отряд потребовалось чтобы на ним не было никакого воинского начальника а медицинский персонал сам бы самоуправлялся команды были солдатам что будет полковой парад куда они это еще заведут не поверили и зарядили боевые патроны в одном полку требуют восьмичасового окопного дна в атаку не пойдут так же этой земли им не дадут в другом хотим домой хотим попользоваться свободушкой землицей зачем нам теперь околисть шибко ужасно умирать при таких открытых дверях в России потом наступили ладно стоять в обороне будем но в наступление не пойдем через лавочника солдатские лавки один полк передал другому угрозу наступление не ходите откроем фанговый огонь восемь разведчиков бросили винтовки и перебежали к противнику теперь ассобода не накажена в германских листовках германия сочувствует государственному перевороту в России отказывается от мешательства в ее внутренние дела и от наступления на русском фронте англия желает воевать до бесконечности и чтобы русский солдат служил ей кусочным мятом свергните постыдное иго англичан а юго-западное интендант как раз в эти недели ухудшило выдачу ржавые селедки худая солонина чечевица громче кричали на митингах офицер ее это нарочно делает чтобы нас опять варнать в нижних чиновках уже и такое поползло офицеров бы кончить денежные ящики разбить деньги поделить уровень да и по домам поделить ротные деньги солдаты из хозяйственных мужиков отспаривают еще всей роте нужда будет солдаты в землянках целыми днями режутся в карты командующий 4-й армией генерал Рогоза запретил генералам и офицерам играть в карты до конца войны только что солдаты не играли это все равно будет в Прянске вспыхнул бунт гарнизона при командующем 10-й армии генерал для поручений Марков поспешил в степенье Совета военных депутатов бурно выступил там добиться постановления освободить 20 арестованных офицеров и восстановить дисциплину но после полуночи несколько вооруженных рот двинулись на лавнол расправиться и с Марков и с освобожденными толпа бесновалась положение отчаянное Марков выпитывая гул да если бы был тут один из моих железных стрелков он бы вам сказал кто такой генерал Марков и стал пыгол я из 13-го полка Марков раскалкивая солдат к нему и заворот шинели ты ну так стреляй пощадила пуля в боях пусть покончит мой стрелок толпа взмыла восторгом и под ура отпустила его с освобожденным углом выслушайте выдержки из повествования Александра Солженицына красных лицов узел 3 марк 17 считает автор от того что правительство разрешило Шингареву готовить хлебную монополию время его только увеличилось а коребания не оставили по всей логике дела монополию надо было сгодить у прогрессивной русской интеллигенции всегда было убеждение что государственное регулирование имеет преимущество перед частной инициативой только в кадетских кругах высказывалось что бюрократическое государство не сумеет регулировать рациональность теперь же когда на Руси возникла свободная государственность теперь это кажется бы регулирование иначе все воюющие страны так или иначе уже отказывались от свободы торговли и перед всеми глазами блистательный образец германского регулирования как можно открывать Россию но Шенгарев сердцем ощущал нечто выше логики хлеб взрастил землепашек а государство клало руку все мое и хотя это делалось для пользы всех этих же землепашек всей этой Руси соединенно а было содрогновенное чувство роковой черты это был конечно релик сознания который надо отогнать как отец семьи не может жить и спать спокойно зная что семье грозит голод так и Шенгарев не пристал чуть не отцом всей России за всякий голод в ней отвечал он простой сельский врач как нерочительный о крестьянах думал да он когда-нибудь что станет главным вершителем судеб всей русской деревни что окажется тем главным человеком который должен накормить всю Россию да он рад был да он горд был что это так и крикнуть хотелось милая потерпи еще немного потерпи еще немного поднатужься и помоги вот сейчас а мы тебе скоро все воздадим но боже какое бремя оно ощутимо гнуло и провалило в плечи и со дня на день становилось все тяжелее надо было успевать поворачиваться и распоряжаться как под разливистом огнем в Петрограде ввести хлебные карточки телеграфировать во все губернии чтобы вводили хлебные карточки и там в Петрограде запретить все кондитерское и конфетное производство выпечку сдобного хлеба бисквитов пирожных исключение для них куличей под пасху ввести карточки на фураж для лошадей изготовлять для них галеты из муков от трубей и негодной муки а тут разразилась забастовка ломовых извозчиков требует восьмичасового рабочего дня и сразу создался зато в разгрузке прибывающих продуктов и без того задержанные в революционные дни а подходило еще полмиллиона пудов мяса из Сибири если его не доставить тотчас на холодильнике то все придется выбросить по начавшейся вот теперь кого же просить только совет рабочих депутатов чтобы повлиял на ломовиков не голод голод еще нигде не наступил его только боялись но министр земледелия поспеваясь сегодняшним продовольствием должен был поспевать готовить и урожай семнадцатого года и урожай восемнадцатого продовольствие и земледелие вместе это и значило вся Россия на плечах с юга на север сползала грозная черта распутицы а за распутицей и за подсыханием так же неотступно катилось с юга на север время посела а с осени не пахали под яровое не хватало рабочих рук на юге полевые работы вот уже начались и не хватает рабочей силы инвентаря семян и как убедить крестьян довериться что в будущем им не грозит отобрание зерна это только сейчас такой острый момент и убедить их сеять усердно опять же воззвание роддам так и катит воззвание засевайте поля хлеб будет куплен к наукустам по необидной цене уж по какой там будет куплен но засевайте родные а еще воззвать горожанам возделывайте с нами огороды а еще воззвать городским самоуправлением выдавайте льготную землю под огороды каждый кто вырос хоть чуть овощей облегчит продовольственное время России Андрей Иванович едва не шатался он не высыпался уже чуть ли не в месяц был измучен пригнулись плечи потерял неизменную бодрость но и это все было не все все это все что он делал мог сделать и ритти в присвоен налаженном аппарате не хуже а министру земледелия революционного правительства должен был еще и прежде того дать землю многолетние обещанную кадетами несчастная это прежняя пропаганда о земельном переделе какой сейчас передел начать сейчас передел и остановится последнее снабжение городов но не только не время им заняться и сил нет а вот изумление самой этой необъятной земли для раздачи в России не обнаружили оказывается даже всю казенную и помещичью землю разделив в иных губерниях нельзя добавить крестьянину и одной десятины а все те завидные обещанные десятки миллионов десятин оказались тайгой до тумбры и не то чтобы это было трудно разведить раньше статистика всегда же была доступна но в спешке и накале борьбы со старым режимом кадетские умы и другие интеллигенты занятые земельным вопросом не вникли и не взялись объяснить неистовым передельщикам да ведь и специалистов всегда не хватало в парке что такой земли для раздела нет всегда говорил Столыпин отвергали посмотреть думские протоколы таки Шедловский в восьмом году докладывал об этом думе страшно отвергали так пронеслись как в завороженном сне начнулись степей после революции когда пришло практически деревц и оказалось третья порта земли и так уже у крестьян а оно уже само не ждет оно грозное уже первыми дымами подожженных помещичьих усадеб заведнелось в одной губернии то в другой да ведь и должно было полыхнуть и должно было заклубиться этого и следовало ждать ах что бы вам еще потерпеть мужички что бы вам потерпеть еще один годок еще этот один последний годок пока временное правительство укрепит кончит войну созовет учредительное собрание нет теперь-то они не хотят подождать что там кипело в деревенской темени даже представить было трудно а предотвратить нет сил никаких только новое воззвание стал Шенгарев докладывать это свое воззвание на правительство волновался ведь знаменательный исторический момент для России либеральные круги впервые сами останавливают христианские мечты но министры не заметили ничего необычайного в пользу дремной текучей манере согласились без прения и поправок а Некрасов как проснувшись сказал свежим голосом это идея я тоже такое воззвание напишу от имени правительства на станциях солдаты бесчинствуют нету права насильничают надежными дорогими служащими переполняют поезда а если ось лопнет до крушения напишу выслушайте выдержки и совествования Александра Солженица на красное колесо узел третий март семнадцатого читает автор большое помещение с высокими и темными потолками наполненное шумным безалаберным множеством людей лицами в разные стороны откуда-то понимает Варсонофьев что это биржа и он тут зачем-то стоит но не успевает ни приглядеться ни что они делают только разговаривают громко все вдруг властно голова его поворачивается обязанное смотреть мимо него входит в зал мальчик с дивно светящимся лицом и словно он хочет объявить всем необыкновенную новость он проходит мимо держа в руках перед грудью какой-то небольшой сверкающий предмет проходит на середину зала свободно как будто тут не столблено густо там останавливается приподнимает что в руках и вдруг в едином жарко-ледяном дыхании гибящем волосы охватывающим весь зал всех тут вазоносец понимает что этот мальчик Христос а в руках у него бомба ужасного взрыва для целого мира и сейчас через секунду она взорвется и не выдержав что на обновение нестерпимого ожидания взрыва проснулся еще и в яви обнимал его ужас этого космического подошедшего сны сны я не знаю запитывал потянул за ниточку стебель ночника тот зажезче хотел записать на клочке как делал всегда чтобы скорее потушить и заснуть но так сильно он был охвачен что все равно не скоро заснет и с легкостью стал в прохладную взял кровать в кресло в кровать и пошел в бюро сел зажег остальную лампу из ящика достал тетрадь нос и стал записывать туда он давно перестал понимать сны как сочетание бессмысленности бессмысленности и путаница отделялась сама тут же и забыла в поменьше мере наши мысли и чувства во сне наши истинные и мы отвечаем за них но вошел он знал что почему-то избран принимать и тайно пись вещих снов психологически безошибочно были и все его сны истины он истинно воспринимал и на большом расстоянии то что чувствует правда снов не в ситуации а в настроении однажды приснилось ему что он подходит к маленькому фонтану и понимает если приблизить губы к его струе и шутцать то по струе передаться как по телефону и кто-то вдруг в далеком фонтане все услышит многие спорты передачи чувств и мысли мы не во все верим не раз бывало что Павла Ивановича тянуло к телефону и он шел и по пути раздавляясь первые звонки у варсоновщего была уверена что все события нашей жизни и другие лица связаны с нами и друг с другом не только теми явными причинными следственными связями которые видны всем но еще и связями тайными которых мы не услеживаем даже не предполагаем а они не только существуют но властно влияют но формируют души судьбы из каких-то неведомых божьих глубин нам постоянно притекают на подверг и сила и сознание но сон сейчас так сотряс его из чего-то оставался страх в теле варсоновщик постарался записать точные минуты когда так вкуснее и еще сидел стараясь вспомнить точные оттенки смысла и ощущения ведь они сотрутся потом поэтому она за биржа не петербургская не московская и может быть даже вообще не Россия или в в таком случае ни одна Россия это какой-то смысл имело всеобщим и скрепимо было пережить этот взрыв но он был не просто он был и свет слишком слетел мальчик ой сколько было сил непознанных в каком-то непостигаемом объеме совершалось нечто великое и может быть только слабым отображением были те завеселения на улицах русских городов в последние недели но зачем посылаются такие сны вот ему еще кому-нибудь ведь о них невозможно объявить на них невозможно как вас никого научить ничего доказать а еще предыдущий записанный сон на прошлой неделе был закрыт будто находится в расынофе церкви но ночью на закрытой сокровенной службе и церковь почти пуста присутствующих с дюгами есть священники есть смиряне все мужчины и понятно что церковь это в России но вся Россия под властью каких-то страшных врагов а эти здесь собрались на обряд запечатления церкви то есть запечатание ее на долгое время как запечатывались рамы корабля и запечатление это будет вот в чем состоять на аналог посреди церкви уже положено три гуси серебряных креста не помещаясь чуть перекрыл друг друга как ясно это видно и в ходе службы старший священник зальет их в мысли расплавленным белым воском и так они застынут надолго и еще знают они все что после этого обряда их всех должны посадить в тюрьму за то что были здесь и это неминуемо и они к этому готовы вас врагов спешит чтобы этот обряд не произошел они хотят чтобы церковь не успела запечатлеться а в обряде тоже спешит нельзя теперь они все должны лечь на каменный пол мит и так оползти всей чередою все церковные стены кругом лишь потом будет запечатление и в архановке вползя думает как потом успеть дать знать дочери Марине о своем аресте и вдруг слышит ее надрывный плач и не поднимая головы от пола и не поворачиваясь он видит другим каким-то оком Марина в крестьянской вышитой рубахе стоит на порозе не смея войти на обряд и плач уже все все он продолжал ползти нечком со всеми и как-то продолжал видеть на входе рыдающую Марину такую русскую в этих вышках длинных рукавах такую родную и понимающую как будто никогда ни на сколько они не разберялись не размежались они снова были душами слитны все иное в них отшелушилось и улучшение и уже не важно поймет или не поймет она теперь о его аресте важно что она видела это впечатление будет свидетель что откуда это все сочеталось однако сегодняшний взрыв и звук светлого мальчика выходил еще гораздо шире этого всего на улице а больше в редакции а больше на страницах печати хлестало опьяненное веселье Павел Иванович не узнавал знакомых так они были победны так залетны в мечтах но сам он сходил среди них отсунутый со свечами тревожных глаз он никого никогда не мог переубедить своими статьями над ним посмеивались как над чудаком несовременным и что группа их восемь лет назад предсказывала в силосовском сборнике ни тогда никого не убедило ни сейчас никому не вспоминалось так еще кому же он мог передать и сны все удивлялись как сразу без мрака разразилось всеобщее ликование и не видели что ликование только одежды великого горя и так и приличествует ему входить все удивлялись что для колоссального переворота никому не пришлось приложить совсем никаких сил до земных выслушали выдержки из повествования Александра Солженицына «Красное колесо» Узел 3 Марс 17 читал автор Что у нас в вольных столовых вы не найдете именю того что дают зекам в вольных странах ну например свежие овощи фрукты круглый год правда дыни только по сезону есть и русская приправа дается к салату рыбе цыпленку о питании «Потемкинская деревня» «Потемкинская деревня» «Потемкинская деревня» «Потемкинская деревня» «Посемкинская деревня» Севаст hurricane В Москве прокурор Рахманин утверждал то же самое и хотел свернуть поездку в Пере. Лишь вмешательство Егора Яковлева, главного редактора московских новостей, обратившись к генеральному прокурору, позволило реализовать ранее достигнутые договоренности. Тогда Рахманин заявил, что оставшиеся 62 ЗК лагеря номер 35 осуществлены за особо опасные преступления против государства, измену Родину и спионаж. Что же кроется за этими крупными обвинениями, кто эти люди и изменники архивованы? Александр Голдович, по которым разрешили встретиться, пытался уезжать в Финляндию на надувной лодке, на бой имел и на пленку, на которой были засняты сцены из жизни его маленькой квартиры. Вот все секретные сведения, на которые Голдовичу дали 64 статью «Измену Родине». Александр Голдович, верующий, и попросил американцев прислать ему Библию. Руслан Кенпинев, желая выехать за границу, пошел в американское посольство, был свачен КГБ, получил измену Родине. Вот что кроется за 64 статьей «Попытка разъяснить право на свободное передвижение за фиксирование деклараций прав человека». И комментарием к этим статьям могут быть слова Вячеслава Черепанова. Горбачев прозгласил, что уже нет политзаключенных. Я политзаключенный. Черепанов пытался нелегально перебраться в Финляндию. Отмечу еще, что шесть зэков администрация изолировала, закрыл их больницу. Среди них был и давний обитатель мордовских и пермских лагерей Михаил Казачков. Он крикнул форточку, проходящую мимо американцам. Мы хотим говорить с вами, это важно, но администрация так и не разрешает ему увидеться с журналистами. Казачкова знают многие, так сказать, чистые политзаключенные. Он известен как активный борец на правах заключенных в лагерях. Хотя он тоже осужден по статье 4 за измену Родине. Вопрос о том, кого считать политзаключенным, исключительно важен сегодня, когда советские власти признали де-факто существование политзаключенных. Как видите, людей, совершивших политические действия, власти чаще судят по максимально жестокой статье 64-й УК РСФСР. Вот еще имена и примеры. Леониду Лубману, который пытался передать руку при своей книге на Запад, далее 13 лет. Борису Климчуку, 15,5. Он пытался сам пронести книгу через границу. Если правозащитные организации, не призная за другими статьями, кроме 70-й, право считаться политическими, то эти люди, а также и те, кто содержится в психушках, будут сброшены на произвол судьбы, а вернее, на сидение ГУЛАГу. Визит в перский лагерь номер 35 можно оценить как полезный. Он укрепляет позиции тех, кто борется за права человека, кто видит, что в Советском Союзе еще есть много людей, которые нуждаются в помощи, которых надо вырывать из драконовой пасти ГУЛАГа. Вот такова оценка визита американских журналистов в пермский лагерь, бывшего узника этих самых пермских лагерей Алексея Мурженко. Любарский, если вы помните, сказал, что смысл был уже хотя бы в том, что визит этот способствовал освобождению всех заключенных в 80-й статье. 27-го числа в газете Нью-Йорк Таймс появилась статья Эйбрахама Розентаря, в которой он как бы подводит итог своей поездки в 35-й пермский лагерь. Он пишет, что высокопоставленное официальное лицо, сопровождающее их влаги, прямо признал, что именно давление Запада привело к освобождению большого числа политических узников. Я бы добавила, что на Запад оказывали влияние советские правозащитники, и таким образом создавались все сообщающиеся сосуды, которые помогают шаг за шагом решать эту больнейшую проблему. В заключении сегодняшней передачи документы и люди хочу пожелать, чтобы в будущем году, в это время, не нужна была итоговая передача о проблеме советских политзаключенных. Хочу пожелать это доброе и себе. Да как я в официальной бумаге напишу блатных? Это же жаргон. Понятно и так. Но так меняется весь смысл. Нет, я таки вижу, вы не наш человек. И с вами надо разговаривать совсем иначе. И не здесь. О, какие страшные слова. Не здесь. Когда вьюга за окном. Когда ты придурок. И живешь в симпатичной комнате уродов. Где же это не здесь? В Лефортове. И как это совсем иначе? Да в конце концов, ни одного пробега в лагере при мне не было. Такая же вероятность, как падение метеорита. А если и будут побеги, какой дурак будет перед тем о них разговаривать? А значит, я не узнаю. А значит, мне нечего будет и докладывать. В конце концов, это совсем неплохой выход. Только уже нельзя обойтись без этой бумажки. Таков порядок. Я вздыхаю. Я успокаиваю себя оговорочками и ставлю подпись о продаже души. О продаже души? Я спасаю тело. Окончено? Можно идти? О, нет. Еще будет о неразглашении. Но еще раньше, на этой же бумажке, вам предстоит выбрать псевдоним. Псевдоним? Ах, кличку. Да-да-да, ведь осведомители должны иметь кличку. Боже мой, как я быстро скатился. Он таки меня переиграл. Фигуры сдвинуты, мат признан. И вся фантазия покидает мою опустевшую голову. Я всегда могу находить фамилии для десятка героев. Сейчас я не могу придумать никакой клички. Прислушиваясь за окном, он милосердно подсказывает мне, ну, например, Ветров. И я вывожу в конце обязательства Ветров. Эти шесть букв выкаляются в моей памяти позорными трещинами. Ведь я же хотел умереть с людьми. Я же готов был умереть с людьми. Как же получилось, что я остался жить во псах? А уполномоченный прячет мое обязательство в сейф. Это его выработка за вечернюю смену. И любезно поясняет мне, сюда, в кабинет, приходить не надо. Это навлечет подозрения. А надзиратель Сенин доверенное лицо и все сообщения доносы передавать незаметно через него. Так ловит птичек. Начинаем с коготка. В тот год я, вероятно, не сумел бы остановиться на этом рубеже. Ведь за гриву не удержался, за хвост не удержишься. Начавший скользить, должен скользить и срываться дальше. Но что-то мне помогло удержаться. При встрече Сенин понукал. Ну, ну. Я разводил руками. Ничего не слышал. Блокным я чушь-то не могу с ними сблизиться. А тут, как назло, не бегали, не бегали. И вдруг бежал воришка из нашего лагерька. Тогда о другом. О бригаде, о комнате, настаивал Сенин. О другом я не обещал, твердел я. Да и к весне уже шло. Все-таки маленькое достижение было, что я дал обязательство слишком частное. О побегах. А тут меня по спецнаряду министерства выдернули на шарашку. Так и обошлось. Ни разу больше мне не пришлось подписаться ветров. Но и сегодня я поеживаюсь, встречая эту фамилию. О, как же трудно, как трудно становиться человеком. Даже если прошел ты фронт, и бомбили тебя, и на ленах ты рвался, это еще только начало мужества. Это еще не все. Были шарашки, были особые лагеря. Держался я независимо, все наглей. Никогда больше оперчасть не баловала меня расположением. И я привык жить веселым дыханием, что на деле моем поставлена проба не вербовать. Послали меня в ссылку. Прожил я там почти три года. Уже началось расширшивание из ссылки. Уже освободили несколько национальностей. Уже на отметку в комендатуру мы, оставшиеся, ходили с шуточками. Уже и двадцатый съезд прошел. Уже все казалось навеки конченным. Я строил веселые планы отъезда в Россию, как только получу освобождение. И вдруг на выходе из школьного двора меня приветливо окликнул по имени отчеству какой-то хорошо одетый в гражданском казах и поспешил поздороваться за руку. — Пойдемте побеседуем, — ласково кивнул он в сторону комендатуры. — Да мне обедать надо, — отмахнулся я. — А позже вечером будете свободны? — И вечером тоже нет. Свободными вечерами я роман писал. Ну а когда завтра, вот, прицепился, пришлось назначить на завтра. Я думал, он будет говорить что-нибудь о пересмотре моего дела. И к тому времени я сплошал. Написал наверх о снятии ссылки на основании Аденауровской амнистии, а значит, стал в положении просителя. Этого не могло пропустить ГБ. Но оперуполномоченный из области торжественно занял кабинет начальника РАИ МВД. Дверь запер. Явно располагался на многочасовой разговор, усложненный еще тем, что он по-русски нехорошо говорил. Все же к концу первого часа я понял, что не пересмотром моего дела он хочет заниматься, а привлечь меня к стукачеству. Очевидно, с освобождением части ссыльных кадры стукачей поведели. Мне стало смешно и досадно. Досадно, потому что каждым полчаса я очень дорожил, а смешно, потому что в марте 1956 года разговор такой резал неуместностью, как неуклюжее поперечное движение ножом под тарелку. Я попробовал в легкой форме объяснить несвоевременность, ничего подобного. Он, как серьезный бульдог, старался не разжать хватку. Всякое послабление всегда доходит в провинцию с опозданием на три, на пять, на десять лет. Только остроженее мгновенно. Он еще совсем не понимал, что такое будет 1956 год. Тогда я напомнил ему, что и МГБ это упразднено, но он живостью и радостью доказывал, что КГБ то же самое, и штаты те же, и задачи те же. У меня к этому году развелась уже какая-то кавалерийская легкость по отношению к их славному учреждению. Я чувствовал, что вполне в душе эпохи послать его ему туда, куда они заслужили. Прямых последствий для себя я ничуть не боялся, их быть не могло в тот славный год. И очень весело бы уйти от него, хлопнув дверью. Но я подумал о моей рукописи. Целыми днями они лежат в моей хатке, защищенную слабым замочком, да еще маленькой хитростью внутри. А ночами я их достаю и пишу. Развью КГБ будут искать не отместку, что-нибудь компрометирующее, и вдруг найдут рукописи. Нет, надо кончить миром. О страна! О заклятая страна, где в самые свободные месяцы самый внутренне свободный человек не может позволить себе поссориться с жандармами, не может в глаза им вызвездить все, что думает. Я тяжело болен. Вот болезнь не разрешает мне приглядываться, присматриваться. Хватит с меня забот. Давайте на этом кончим. Конечно, жалкая отговорка. Жалкая, потому что само право вербовать я за ними признаю. А нужно высмеять и опрокинуть именно его. А он еще не соглашался на Харюга. Он еще полчаса доказывал, что и тяжело больное, тоже должен сотрудничать. Но, видя окончательную мою непреклонность, сообразил. А справка есть у вас лишняя? Какая? Ну, что вы так больны? Справка есть? Тогда принесите справку. Ему ведь выработка нужна. Выработка за рабочий день. Оправдание, что кандидатура была намечена правильно, да не знали, что человек так болен серьезно. Справка нужна была ему не просто прочесть, аппарат. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...